Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. 72 тысячи самарцев остались без холодной воды. Коммунальную аварию сегодня весь день устраняли на московском шоссе. Первая операция в России по замене позвоночных дисков прошла в Самаре. Врач больницы Пирогова ставит на ноги пациентов, которые считались безнадежными. Народная инициатива приветствуется. Масштабное благоустройство Самары под контролем общественности. Космос в лицах выдающихся конструкторов ракет увековечит возле музея Самара Космическая. Далуй незаконную рекламу. В Самаре продолжается реконструкция улицы Старозагора. Коммунальная авария на московском шоссе устранена. Напомним, в четверг вечером на 19-м километре дороги произошел разрыв водопровода. Без холодной воды оказались жители мехзавода и крутых ключей. Это более 70 тысяч человек. Затем, как шли восстановительные работы, следила Валерия Макарова. До места прорыва трубы удалось добраться только к полудню, ведь сверху был 10-метровый слой земли. На место прорыва работала аварийная бригада СКС, силы МЧС, а также сотрудники городской администрации и областного министерства энергетики и ЖКХ. Аварию ликвидировали более сотни человек. Работы шли круглосуточно. Ночь без сна провели сотрудники МЧС не только на месте прорыва водопровода, но и в главном управлении. Как только стал понятен масштаб аварии, здесь развернули оперативный штаб. И именно сюда стекается последняя информация о том, как устраняют аварию. Ранним утром на вопросы журналистов ответил глава Самары Олег Фурсов и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Они рассказали о том, как помогают тем, кто остался без воды. В зоне отключения находятся шесть котельных, которые обеспечиваются водой путем подвоза, бойлерами технической воды. Тепло в микрорайонах не отключено и с этой точки зрения неудобств жители испытывать не будут. Работают 16 бойлеров, организованные точки раздачи питьевой воды. За ситуацией на месте аварии в штабе МЧС следили в режиме онлайн с помощью веб-камер. Оставшиеся без воды жители могли обращаться на горячую линию. Жители города Самары, попавшие в зону отключения воды при возникновении вопросов, могут обращаться на данный телефон доверия. Будут непосредственно сразу же приняты все необходимые меры по обеспечению воды. Горячую линию открыли в департаменте опеки и попечительства. Сюда призывали обратиться тех, кому тяжело самостоятельно принести воду из бойлеров домой. Также можно было сообщить о людях, нуждающихся в помощи. Валерия Макарова, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. Десятки уникальных операций и сотни благодарных пациентов. Самарский нейрохирург первым в России выполнил операцию по установке искусственных межпозвонковых дисков в шейном и поясничном отделах. Методики, которые применяет хирург, помогают не только восстановить повреждения позвоночника, но и вернуть пациента к полноценной жизни. С талантливым доктором познакомилась Марина Матвейшина. Кто не рискует, тот может пролежать парализованным. Так оценила ситуацию 6 лет назад Елена Сенина и решила стать первой в России пациенткой, которой установили искусственные межпозвонковые диски. В одно не самое прекрасное утро женщина проснулась от резкой боли. Затем начала отниматься левая рука. Оперировать взялся нейрохирург больницы имени Пирогова Сергей Сергеев. Пациентка доверилась и не пожалела. После операции я встала через 3 часа. На следующий день я уже гуляла по холлу, в общем-то. А через неделю я уже, в общем-то, жила той жизнью, которой жила. Я ездила на машине совершенно спокойно. Сейчас в Самаре делают около 500 таких операций в год. К нейрохирургу Сергееву приезжают со всех уголков области страны и даже из-за рубежа. Для самарских пациентов операции бесплатны. Их делают в системе ОМС. В центре установлены два искусственных диска металлические, мини-протезы, которые будут работать как естественные диски после удаления изношенных дисков. Состояние и расположение дисков идеально, очень хорошо установлено. Дмитрий Булатов перенес операцию по замене межпозвонковых дисков буквально день назад. Как заново родился, радуются мужчины. Нет больше ни боли, ни скачков давления. Ну, как профилактически эти делают у меня системы. А так, нормально сюда. Чешей, шевелится. После сложной операции пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к полноценной жизни. Вплоть до занятий физкультурой и спортивных подвигов. Гарантия на импланты пожизненная более 70 лет. В случае необходимости откладывать операцию нельзя. Операцию надо делать по восстановлению функции, потому что изнашивается диск, он давит на нервный корешок или спинной мозг, что приводит к парализации даже пациентов. Поэтому до этого доводить нельзя. Надо делать операцию и устранять этот дефект, этот конфликт, который возникает между выпадающим, к примеру, диском и спинным мозгом. В больнице Пирогова по числу операций установки искусственных межпозвонковых дисков входят в десятку клиник мира. Самарскому хирургу доверяют своей жизни пациенты, прошедшие подобную операцию у других врачей. Переделывать сложнее, но всех ставим на ноги, говорит врач. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Новый завод по производству масла в Самарской области заработает уже осенью этого года. Об этом говорили губернатор Николай Меркушкин, председатель совета директоров агрохолдинга «РусАгро» Вадим Машкович и министр сельского хозяйства региона Алексей Попов. Строительство нового предприятия началось в прошлом году. Планируется, что уже осенью этого года заработают цеха рафинации, дезодорации, фасовки растительного масла. В этот проект по импортозамещению агрохолдинг вложит более полутора миллиардов рублей. Объем производства составит около двух миллиардов рублей. Кроме того, холдинг планирует развивать в Самарском регионе и программу миллиардции земель. Также Вадим Машкович рассказал, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном, а новый шелковый путь пройдет и через Самарскую область. Такая интересная тема по логистике Самара. Очень удобно. И дальше мы смотрим Китай. Мы начали грузить подсолнечное масло на Китай. Продукция российского производства приветствуется, потому что она экологически чистая, негенно модифицированная. И Китай начинает все больше и больше в эту сторону смотреть. Одной школой больше здания на полторы тысячи мест построят в Сызране. Вопросы развития города обсудили на встрече губернатора Николая Меркушкина и глава администрации Сызране Николай Лядин. В ближайшее время начнется проектирование. Средства выделят из областного бюджета. Эта школа также войдет в федеральную программу софинансирования. После открытия новой школы в Сызране дети будут учиться только в одну смену. Также обсудили завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса и обводной дороги в микрорайоне Монастырская гора. Глава региона приняла решение о поддержке всех трех проектов, необходимых в Сызране. Подписаны соответствующие поручения региональным министерствам. Все силы на благоустройство в Самаре на финишную прямую выходит подготовка к чемпионату мира по футболу. В течение 2017 года предстоит привести в порядок все улицы, дома и парки. На эти работы выделяются большие деньги, но успех зависит и от того, насколько активны будут горожане. Стратегическая роль отводится Общественным советам микрорайонов. Эти задачи были обозначены на форуме по благоустройству. Олег Зверев подробнее. Миллиард рублей выделяется дополнительно из федерального бюджета на благоустройство Самары. Еще миллиард 300 миллионов добавляет областная казна. Даже если эти деньги арифметически разделить на количество домов в городе, получаются огромные суммы. И сегодня важно, чтобы эти средства были потрачены наиболее эффективно на преображение города. Любая народная инициатива приветствуется. Чистого дворе, порядок в стране. Под таким слоганом прошел форум по вопросам благоустройства с участием активистов шести районов Самары. Ранее подобная встреча прошла на рабочей безымянке. Самые близкие к народу уровень власти общественные советы должны профессионально решать все вопросы. И общественность вся будет представлена максимально. Предприятия будут представлены и власть будет представлена. И может сформироваться на том уровне, как раз та точка, куда человек может с большинством, может быть даже с абсолютным большинством проблем, связанных с местом жительства, обращаться и решать эти проблемы. Как раз мы во многом сможем реализовать задачу, поставленную президентом, люди должны местную власть доставать рукой. Во многих микрорайонах это уже удалось. Там, где есть народный контроль и проблемы решаются своевременно. И управляющие компании подотчетны. Пример такого дома в Самаре – улица Артиллерийская, 25. Не все вопросы мы можем решить в рамках МКД, Совета МКД. Поэтому очень хорошая и плотная работа у нас идет с общественными советами. Очень было бы неплохо, если бы в общественные советы входили руководители предприятий, организаций, которые осуществляют деятельность в нашем микрорайоне. К началу 2018 года Самара уже должна быть готовой на достойном уровне провести мероприятие мирового масштаба. В городе уже есть примеры, когда удалось достичь успехов в короткие сроки. В частности, это касается строительства жилья. Еще не так давно в регионе строили меньше всех, причем стоимость квадратного метра была самой высокой в России. И вот ситуация изменилась с точностью до наоборот. Сегодня в губернии строится самый большой в России метраж доступного и качественного жилья. Очень много людей, которые покупают жилье по 35, может быть, 37 тысяч квадратный метр. Примерно 60% жилья продается у нас по такой цене. И экономия людей, жителей на этом только Самарской области почти 20 миллиардов рублей. И мы еще больше будем строить жилья доступного. А теперь еще и появилась реальная возможность всего за год сделать Самару одним из самых благоустроенных городов в России. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. В Самаре появится памятник героям Советского Союза, выдающимся ученым и конструкторам. Скульптурную композицию установят рядом с музеем «Самара космическая». Как она будет выглядеть и кто создаст уникальный памятник, узнала Марина Кравцова. Самара по праву носит звание космической столицы России. Первые достижения нашей страны в освоении внеземного пространства создавались именно на самарских заводах. И сегодня город не сдает позиции лидера ракетно-космической промышленности. А главная достопримечательность – уникальный памятник Самарскому Союзу. И музейный комплекс продолжит развиваться, преобразится территория вокруг. Появится множество интересных объектов. Первым шагом станет создание скульптурной композиции. Она расположится перед входом в музей. Это будет семь фигур выдающихся личностей в истории покорения космоса. Сергей Королев, Валентин Глушко, Дмитрий Козлов, Ростислав Зеленив, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов и Виктор Лукачев. Люди, которые прокладывали дорогу к звездам. Память о них и их достижениях решили увековечить в Самаре. Долго обсуждали концепцию с общественниками. Будет ли это некая стела или же необходимо портретное сходство. Одобрен был реалистичный вариант. Все-таки максимальной выразительности и значимости объекта мы добьемся, если изобразим их портретным сходством. И не просто их изобразить, а изобразить тематическую сцену, какую-то композицию. Памятник станет символом достижений прошлого и ориентиром для будущего поколения. Он обязательно нужен подрастающему поколению. Чтобы, да, видели, что термин «Самара космическая» – это не просто формальное какое-то заявление. Это то, за что люди боролись, чего добились и что это заслужено. Это люди во главе стояли. А сколько тысяч, десятков тысяч людей трудились и продолжают трудиться на благо этому. Эскиз скульптурной композиции выберут с помощью открытого конкурса, участниками которого могут стать все желающие. Прием заявок начнут уже в феврале. Итоги должны подвести в конце мая. Финансироваться изготовление памятника будет за счет внебюджетных средств. По итогам комплекса будет понятна сумма и, собственно говоря, период изготовления. Мы видим отношения меценатов наших, что они все более охотно отдают деньги на такие проекты. Мне почему-то кажется, что может все случиться в этом году. Мы будем, по крайней мере, к этому стремиться все вместе. Только этой скульптурной композицией памятная часть комплекса не ограничится. Общественники сошлись во мнении, что достойных людей очень много. И в перспективе собираются увековечить и других выдающихся конструкторов и промышленников. Возможно, рядом с Самарой космической появится и аллея космонавтов. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Въезды в город облагородят. В мэрии Самары обсуждают, кто, как и за какие деньги будет ремонтировать улицы, которые первыми встречают гостей города. Мелочей в этой работе нет. Каждый камень бордюра, каждый элемент фасада и каждое дерево. Без внимания не остается ни одна деталь. Сегодня подробно обсудили южные ворота города. Куйбышевский район. Уже подготовлены документы, в которых подробно расписаны работы и есть фото каждого дома. Все поручения записываются в протокол с жесткими сроками исполнения. У нас с вами работа набирает обороты по проведению города в порядок в преддверии чемпионата мира 2018 года. Давайте прям вот полуэлементно начнем. Сейчас рассматривать улицы. И в ходе такого жилого обсуждения будем с вами понимать, что нам нужно сделать дополнительно. Эстетика самарских улиц. В Самаре продолжается ликвидация незаконных рекламных конструкций. Эта работа ведется по поручению мэра Олега Фурсова. С начала года город избавили уже от 13 самовольных щитов. В рейд по демонтажу рекламных объектов вместе с сотрудниками мэри отправился Сергей Ромашов. Каких-то 15 минут и очередной незаконный рекламный щит погрузили на грузовик. Команда Николая Морозова уже набила руку на ликвидации таких конструкций. Эта работа в Самаре по поручению главы города Олега Фурсова ведется уже не первый год. Сначала было все и угроза со стороны собственников рекламных щитов и бюрократические преграды. Сегодня механизм демонтажа самовольных объектов уже отточен. Занимает, ну смотря от 15 минут до часа, так скажем, самый сложный щит, но час его не будет. Работа у монтажников есть всегда. Сегодня они ликвидируют 7 незаконных рекламных щитов на улицах 22-го портсъезда Георгия Димитрова и Старозагора. Конструкции разбирают и отвозят на специальный полигон. Если их собственник не объявится в течение месяца, щиты утилизируют. Судебное решение для этого не требуется. Достаточно предписания заместителя главы города Владимира Василенко. Если появляется собственник какой-то и признает, что это рекламная конструкция его, ему это, конечно, делать невыгодно. Он получает штраф в размере от 500 тысяч рублей. Но, как правило, таких людей не появляется и конструкции просто утилизируются. На следующей неделе планируется ликвидация еще четырех незаконных конструкций. А в марте будут подписаны новые муниципальные контракты на демонтаж сотни самовольных объектов. В этом году продолжается масштабная работа по реконструкции бульвара Старозагора. Она включает в себя в том числе и ликвидацию незаконных рекламных конструкций. Например, вот эта стоит здесь уже более 10 лет. Сегодня ее ликвидируют. Сергей Ромашов, Максим Гусев, События. В рейтинге делового гостеприимства Самарская область заняла второе место среди 11 регионов. Какие факторы оценивали эксперты, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Нефть в конце недели опустилась ниже 56 долларов за баррель. Доллар стоит 57 рублей 15 копеек, евро 60 рублей 65 копеек. Золото стоит 2272 рубля серебро, 32 рубля 85 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 85 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 35 копеек. Россия одобрила протокол авиабезопасности с Египтом. Полеты возобновят, как только египетская сторона исправит все замечания по безопасности. В рейтинге делового гостеприимства Самарская область заняла второе место из 11 регионов. Оценивались разные факторы, начиная с того, как работают с инвесторами, заканчивая тем, удобно ли добираться в регионе до нужного места. Автоваз может перенести сборку лифтбэка «Лада Гранта» из Ижевска в Тольятти. Это позволит концерну освободить мощности под расширение выпуска «Лада Веста». На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. Нефтеперерабатывающую установку на подпольном заводе уничтожили сотрудники ФСБ. Нелегальное предприятие организовал житель Тольятти Николай Анисимов. Как выяснилось, на заводе находились 4 аппарата по переработке углеводородов, системы очистки и охлаждения, 11 цистерн для хранения готовой продукции. Здесь производили до 40 кубометров мазута, дизельного топлива и бензина в сутки. Затем нефтепродукты поступали на заправки в Жигулевске, Тольятти, Ставропольском районе. Теперь владельцу незаконного предприятия предстоит выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре. Самая проблемная признана Безымянка. Вблизи путей расположены дома, и люди часто перебегают рельсы. Получают увечу молодые люди, которые привыкли пользоваться наушниками или кутаться в капюшоны. Также среди пострадавших пожилые люди, у которых есть проблемы со слухом. Сейчас транспортная прокуратура проверяет инфраструктуру станции Безымянка. Необходимо, чтобы на месте не было проломов в ограждении, чтобы у людей было меньше соблазнов перебегать в пути. На московском шоссе трактор потушил Киа. Во дворе одного из домов неизвестный облил бензином иномарку и поджог. Загоревшееся авто заметил водитель снегоуборочной машины. Он в этот момент чистил дорогу. Мужчина не растерялся, стал тушить автомобиль, набирая снег в ковш и засыпая пожар. Пламя удалось загасить. Спустя 15 минут на место поджога приехали пожарные. Видеозаписи передали в полицию. Самарец выиграл лотерею, миллион рублей и не забрал его. Новоиспеченному миллионеру повезло с первого раза. Он сделал ставку в 60 рублей и комбинация оказалась выигрышной. Правда, пока горожанин не объявился, свой выигрыш не забрал. С начала 2017 года более миллиона рублей в Самарской области в гослотереях выиграли уже 5 человек. Синоптики обещают самарцам оттепель. По предварительным прогнозам, в воскресенье днем температура воздуха может пробить нулевую отметку и выйти к показателю плюс 1 градус. В субботу тоже будет неморозно, минус 4,9. Такая же температура в ночь на выходные. На небе облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой снег. Подержать в руках боевое оружие. Увидеть, как работает СОБР. В преддверии 23 февраля самарские кадеты побывали на экскурсии в одном из спецподразделений Росгвардии. Урок мужества провели ветераны и действующие военные. Репортаж Алины Чемерес. Пока еще мальчишки, но в будущем танкисты, морпехи, бойцы ОМОНа. Эти парни уже выбрали профессию. Ветераны СОБРа на уроки мужества делятся с кадетами личным опытом. Дети к нам тянутся. Они не просто тянутся, они радуются. Мы показываем им учебное оружие, рассказываем, для чего оно. Не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать свою родину. Бойцы СОБРа обеспечивают внутреннюю безопасность. Главная задача подразделения – задержание особо опасных преступников. И потому очень важны физподготовка и профессиональное владение навыками рукопашного боя. Все бойцы в масках. Их лица не должны попасть в объектив камеры. Вперед, пошел. Руку вперед. Защита от удара ножом сверху. Самый интересный для экскурсантов – боевой тир и показательное выступление. Так СОБР работает во время спецопераций. Здесь же выставка оружия, с которым бойцы ходят на задания. Уникальная возможность разобрать и посмотреть, как устроены винтовки и автоматы. Подержать их в руках и сфотографироваться. Кадетам рассказывают, чтобы попасть в СОБР, нужно отслужить в армии, иметь высшее образование и отличную физическую форму. Отбор очень строгий. Сюда принимают не всех. Некоторые, если первый раз не сдали, приходят второй раз, третий. Если у него есть стремление, он не остановится на достигнутом. Он будет идти, идти, идти. Потому что он без этого жить не может. Мне довелось, посчастливилось сдать с первого раза. Тяжело было, но, конечно, хромал две недели, но поступил. Возможность пострелять есть и у кадетов. Правда, по виртуальной мишени. Такие мероприятия, они как раз подготавливают людей к чему-то. Например, боевым действиям. Вот нападут, что ты будешь делать. Ага, самооборона, знаешь, молодец. Все, смог кого-то защитить и сам защитился. Военные говорят, было бы неплохо, если бы после такого урока мужества кто-то из нынешних кадетов в будущем пополнил ряды СОБРа. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Мемориалы Александра Колчина по волейболу прошел в Самаре. В турнире принимали участие женские команды со всей России. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. В эфире Самарские новости спорта. Самарский тренер по волейболу Наталья Хлопкова команду девочек собрала в прошлом сентябре. Пока у школьниц получается не все. Ошибки в обороне и подаче. Но опытный тренер уверена, через несколько лет Самару уверенно заявит о себе в большом российском волейболе. А пока у олимпийских резервисток первый турнир в их жизни. Мемориал Александра Колчина. Мы детей знакомим друг с другом, чтобы они общались, учились дружить. Это первое. Второе, чтобы они приобретали опыт, учились бороться, учились преодолевать препятствия. Если они победят, мы будем рады, мы будем счастливы. Турнир по волейболу памяти Александра Павловича Колчина, он возглавлял городскую федерацию, начали проводить с конца 90-х. Затем была восьмилетняя пауза. И сейчас турнир вновь возродился. Все очень волнительные чувства, потому что прошло очень много времени с момента смерти отца. То есть уже 20 лет. И, конечно, другие ощущения. То есть, честно говоря, не ожидал, что этот турнир возродится. За кубок Колчина сражаются 16 команд со всей России. 12-14-летние девчонки пытаются доказать себе, тренерам и болельщикам, что смогут выбиться в профессионалы, попасть в сборную команду России и выступать на международных соревнованиях. А это самое начало. Первые соревнования, в принципе, первенства России – это 12-13 лет. Для них это первые соревнования. Такие, ну, будем считать, что они крупные. В итоге на педестал почета поднялись самые достойные. Третье место у Самары. Серебряные медали завоевали москвички, а победителями турнира стали волейболистки из Волгограда. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА